Привет, дорогие друзья! Всем привет из Канады! Я сегодня хотела поговорить о всех интересующей сегодня в наше время тему. Что почём, что пропало с полок магазинов, что подорожало, что не подорожало, в какой стране. Потому что все сейчас обмениваются такими видео и сравнивают, что происходит в какой стране, по поводу всех последних событий и какие последствия это повлекло для цен, наполнения полок и так далее. В Канаде, я буду говорить за Канаду, я хочу вам сказать сразу, на Канаду очень сильно повлияла пандемия. За время пандемии у нас страшно всё подорожало. Очень выросли цены на бензин, очень выросли цены на продукты, очень выросли цены на услуги, абсолютно на всё. Я вам приведу такой пример, может быть, это не самая необходимая вещь, конечно, в жизни, но это то, что вот я знаю лично, то, что коснулось лично меня и то, что касается вот, ну, то, что я точно знаю, потому что, ну, вот такой пример, я хожу в салон делать ногти, гель у меня, гель-маникюр. Я хожу туда лет 10, наверное, если не больше. Я платила одну и ту же сумму за эти услуги в течение 10 лет, даже больше, чем 10 лет, я точно не помню, с 2011 или 2010 года. 12 лет я туда хожу в одно и то же место, к одной и той же девушке. В общем, я в этом смысле однолюб. Короче, я платила сумму в течение 12 лет одну и ту же. Когда они закрылись на локдаун во время пандемии, потом они открылись после локдауна, я пришла к ним, сумма изменилась, стала дороже. Ну, не намного, но дороже. Короче, в общем, вот пример, да. 12 лет цена держалась, и вдруг бац. То же самое с продуктами, то же самое в ресторанах. Тоже все было закрыто на локдаун, потом все открылось, мы пошли в ресторан, в кафешку. Ну, не бог весть, какой ресторан. И мы просто офигели. А цена все в полтора, наверное, раза. Ну, вот, для примера, бокал вина, например, стоил до пандемии, ну, может быть, там, не знаю, 8 долларов. Сейчас 12, то есть, вот так, то есть, прилично. Ну, это в среднем, да, есть разные места. Есть бокал вина за 20 долларов, можно в некоторых ресторанах взять. Начинаешь думать, может, удариться в это, стать трезвенником. Ну, и в магазинах, конечно, все продукты очень подорожают. За исключением у нас есть фиксированные цены. Хлеб, молоко, вот продукты первой необходимости, которые, как бы, вот такие простые. Ну, вот чуть-чуть что-то, мясо, рыба, разные, там, деликатесы и прочее, все очень подорожало. Ну, и вырос очень бензин. За последние два месяца что произошло? Я не могу сказать, что произошли какие-то резкие изменения в ценах. Может быть, что-то подорожало, но я вот не вижу, знаете, как вот говорят в Европе, там выросла цена на масло, на какие-то другие вещи, мука, сахар. У нас нет, у нас не поднялись цены на это. Во-первых, Канада очень много производится сама. В Канаде очень большое производство продуктов питания. И мы очень зависим от штатов. Вот все, что у нас происходит, изменения в нашей экономике, поднятие цен и опускание цен. Опускание цен никогда не бывает. Всегда поднятие цен. Это все связано со штатами. Если наша экономика в пролете и падает, то это потому, что падает и в пролете экономика штатов. Как только в штатах что-то происходит, там чихнули, мы, извините, усрались за выражение. Пардон. То есть, поэтому вот все, что происходит в Европе, Канаду, я бы так сказала, не очень коснулось. Ну, вот так вот явно, знаете, потому что вот опять же полки полные, цены как бы не сильно выросли. Опять же, вот за последние два месяца. Продукты питания мы производим сами или завозим из штатов. У нас есть, конечно, европейское, вот тоже там оливковое масло, у нас есть греческое, у нас есть итальянское, у нас есть какая-то часть французских, итальянских продуктов, но в основном как бы продукты у нас местные, поэтому местные или американские. Поэтому сказать, чтобы нас как-то сильно ударило, вот именно последние два месяца, нет. Но я думаю, что это впереди. Дело в том, что вот что касается цен на бензин, за пандемию очень выросла цена, потом, два месяца назад цена скакнула, потом упала, сейчас снова поднялась. Но у нас есть такая штука. В Канаде каждый год поднимают цену на 5 центов за литр на бензин на, так сказать, на окружающую среду. Это идёт как бы налог на загрязнение бензина в окружающей среде. Поэтому, чтобы бороться с этим загрязнением окружающей среды, мы платим за бензин определенные деньги в налог, которые идут на борьбу, так сказать, с загрязнением окружающей среды, среды за чистоту окружающей среды. И это происходит каждый год. На 5 центов у нас поднимается цена на бензин. Поэтому, независимо от того, что происходит в мире, у нас цена на бензин поднимается каждый год. Ну и, естественно, все вот эти вот колебания в зависимости от того геополитической ситуации. Вот. Но, естественно, поднятие цены на бензин ведёт к поднятию цены на всё. Это было как бы всегда было известно. Когда поднимается бензин, поднимается цена на всё, потому что любые продукты, любые шмотки, всё надо доставлять, всё надо возить, и всё связано с бензином. Вот. Но вот до последних два месяца цена на бензин падла, поднималась, падла, поднималась. Сейчас она поднялась снова, она довольно высокая. Это, конечно, подорожание авиабилетов, это, конечно, подорожание продуктов. Но пока вот в данную минуту я не могу сказать, что у нас какая-то произошла такая катастрофическое изменение цен, и что каких-то продуктов на полках нет. У нас это было во время пандемии. У нас, как везде, естественно, исчезла туалетная бумага совершенно внезапно и неизвестно зачем и почему. Ну и прочие там чистящие, моющие средства, салфетки бумажные. Ну, в общем, такая вот фигня. А еда какое-то время, у меня даже были где-то фотографии, что я пришла в супермаркет. Это было в 20-м году, в марте, когда вот это все началось. И были абсолютно пустые полки. Там, где хлеб, там, где макароны, вот такие-то еще какие-то продукты, консервы. Были совершенно пустые полки. Народ запаниковал и начал скупать просто-напросто. Потом все, конечно, вернулось, все появилось, длилось, может, несколько дней. Вот, а сейчас, в принципе, у нас ничего не исчезло с полок. Сахар, мука, масло, все вот это вот есть полно. И цены особенно не поднялись. Я не могу сказать, что очень выросли цены. Я слышала, что выросли цены на пиво. Прилично. Вот я не знаю, как бы, с чем это связано. Ну, вот какая-то такая вот у нас своя, видите, своя специфика экономическая, что почему-то выросли цены на пиво. Вот, такие дела. Что касается всего остального, наших новостей, значит, с мая месяца мы возвращаемся работать в офис. Я. То есть я два года работала из дома. И я очень это люблю. И мне очень это нравится. У меня было много времени для того, чтобы вести мой YouTube-канал. У меня было много времени, чтобы заниматься какими-то домашними делами. Обосновано это хотя бы тем, не то, чтобы я во время рабочего дня тут валяла дурака. Но, например, я езжу на работу, и назад у меня это занимает час в одну сторону. Работаю я не так далеко, но из-за пробок получается, что у меня занимало час в одну сторону. То есть два часа в день у меня освободилось, потому что мне не нужно ехать просто на работу. И вот два часа в день у меня уже свободно. Например, в ланч, в обед, час времени, который мне положен от работы, я могла снимать видео, например. Или выйти пройтись. Или приготовить обед. Как результат, когда я заканчиваю работу, в обычной жизни, когда я ходила на работу, я должна была вернуться час времени плюс, чтобы доехать, и еще заняться, так сказать, подготовкой еды для детей, кормить детей, готовить что-то, себя, мужа. А сейчас я все это делаю в ланч-тайм, то есть мой перерыв. И я вечером закрыла компьютер в 4.30, в 5, в зависимости от того, когда я начинаю работать. И у меня весь вечер свободен. Это, конечно, было очень удобно. Мы возвращаемся. Правда, нам сказали, что, может быть, мы не будем работать каждый день. Может быть, мы будем работать несколько дней в неделю. Может быть, один-два дня мы будем находиться дома по желанию. Или, в общем, там, ну, как бы это еще все сейчас в разработке находится. Поэтому я точно не скажу. Но, девочки мои дорогие, времени у меня будет меньше. Не знаю, как у меня будет время на съемку. Я постараюсь не снижать свой темп 3 видео в неделю. Может быть, я не смогу отвечать на все-все-все комментарии. Потому что я обычно выгружаю видео по европейскому времени в 7 утра. Или 8. Получается 8. У нас, понимаете, переводят часы. Зависит от того, когда, как переводят часы, в какой стране. Вот такой вот 7-8 часов разницы. 6-7-8. И я обычно выгружала свои видео по России, по Европе. Получалось 8 утра. А у нас это час ночи. Поэтому я всегда на комментарии отвечаю на несколько часов с задержкой. Потому что, когда видео мое выходит, я обычно сплю. А потом, когда я уже просыпаюсь и начинаю отвечать на комментарии, проходит несколько часов. Но я старалась отвечать абсолютно на все комментарии. Потому что, в общем-то, я была дома. Сейчас, когда я должна буду ездить на работу, я не уверена, что у меня будет время. Потому что на работе сидеть с телефоном и тыкать, и писать ответы. Это у нас, ну, в общем, сложно с этим делом. Поэтому я прошу меня заранее простить. Я буду всем ставить лайки. И все буду читать, продолжать. И, может быть, очень коротко как-то отвечать. Ну, вот таких развернутых ответов у меня не будет. Но это еще вопрос пока впереди. Это где-то будет в мае. Мы возвращаемся на работу. В середине мая как-то так. Нам еще даже точно не сказали дату. Вот такие. Что еще у нас нового? Был у меня небольшой отпуск. Приезжала ко мне сестра из Нью-Йорка. С мужем, с племянником, с его girlfriend. Мы были очень busy. Ездили их, возили тут по Антарию. По окрестностям. Развлекали. Много ели я набрала. Еще 2 килограмма за эту неделю, девчонки. Единственная надежда у меня на возврат на работу. Если честно, я очень надеюсь. Потому что все мои знакомые подруги, которые вот так работали из дома, а потом вернулись на работу в нормальный режим, все сбросили 2-3 кило. Потому что когда ты сидишь дома, и у тебя под боком кухня, и у тебя тут орешки, тут яблочко, тут колбаска, тут сырик, тут кофе. Еще раз кофе с шоколадкой. То это, конечно... А на работе, когда ты находишься, все время не берешь с собой. Если у тебя нету много еды с собой, ты ешь то, что у тебя есть. То есть ты взял с собой какой-то обед обычный, что-то такое, салатик какой-нибудь, и вот ты это съел, и все. У тебя нету под боком соблазна все время там выпить кофе с шоколадкой. Поэтому у меня большая надежда, что я скину немножко вес, потому что так у меня не получается. Слабый я человек, я очень люблю поесть. Вот такие новости. Какие еще, значит, что еще у нас произошло? Я не рассказывала, но мой сын ездил в Гондурас, средний мой сын, который учится на медика, он ездил... Несколько недель назад он ездил в Гондурас с какой-то миссией, как студенты-медики ездили, они там помогали в детском доме, в больнице, и в общем, ну такая, знаете, charity это у нас называется, ну то есть благородная миссия, ездят медики из развитых стран, в страны третьего мира. В общем, привозят им донейшн, какие-то помощи и так далее. И вот он ездил на... Сколько? На 8-10 дней, что-то такое. Я, конечно, была в жуткой панике и в ужасе, потому что вы знаете, что Гондурас, это не самая хорошая страна для путешествий. Там очень большой криминал, воруют людей, в общем, похищают. Это ужасно. Я очень переживала. Единственное, что у них была группа из 12 человек. Он был единственный мальчик, кстати. Вот. И у них было два гарда, то есть два охранника, которые их охраняли. То есть везде, где они ездили, путешествовали, у них было два охранника. И в доме, где они жили. Дом очень красивый был, кстати. Вот. Связь там очень плохая, потому что там очень плохой интернет. Я, естественно, очень волновалась, очень переживала. Не то слово. Я вам даже не могу передать. Я тоже не рассказывала тут на видео, потому что не хотела. Но сейчас, когда он уже вернулся, и он уже дома, вернее, он в университете сейчас, дает экзамены, но когда он вернулся, я была просто... Ну, я ждала этого дня. Причем я очень не хотела, чтобы он ехал, но это было его решение. И он считает, что, в общем, это очень благородное дело. Плюс это очень хорошо для резюме, при стростве на работу, что вот он ездил с такой вот миссией, и он заплатил... Это еще надо было платить, покупать билет и платить там за жилье. То есть он ездил за свои деньги, я ему не платила. Я сказала, что своих денег... А я не хочу, чтобы ты ехал, я тебе денег на это не дам. Он сколки, и у меня есть мои деньги. Потому что он работал в течение лета, и вот он будет работать снова сейчас, и поэтому у него как бы есть свои деньги. И он заплатил за это своими деньгами, у мамки не просила, поэтому вот взял и поехал. Удержать я его не могла, тем более он взрослый, совершеннолетний парень, и как бы... Но вот я знала день, когда он должен ехать, когда он должен вернуться. Я уже, знаете, мечтала проснуться в тот день, когда он вернется. Потому что я, конечно, пережила это с большим... Это было очень сложно. Для меня морально я не знала, где он, что с ним. Я знаю, что эта страна не самая безопасная, а очень даже опасная. Это... Кондурас находится в Карибском бассейне, и, в общем, там есть страны более такие благополучные, куда люди ездят отдыхать, а это совсем нет, совсем нет. Очень бедная. Он привозил фотографии, рассказывал мне. Это действительно ужасно, как люди бедно живут, и как они там просто вот не имеют самых первой необходимости вещей, начиная от чистой воды и кончая продуктами питания. И то, что они везли им как бы помощь, донейшинг, я посмотрела, я удивилась. То есть самые элементарные, такие базисные вещи, типа там зубной пасты, зубных щеток, и вот такие вот вещи. Вот. Вот, значит, вернулся мой сынок. Я очень счастлива, конечно, рада, и все. Вот. Такие новости, такие дела я хотела вам рассказать. На сегодня все. Буду вас держать в курсе. Просто хотела поделиться с вами новостями, нашими, и то, что происходит в нашей стране. А следующее видео будет, конечно, как всегда, примерки или какой-то магазин. Я знаю, что вы это любите и лучше смотрите, чем мои видеоболталки, но тем не менее решила записать вам рассказать. Все. Люблю, целую. Всем привет из Канады. Пока-пока-бай. Пока-пока.